Да, конечно же, есть разница между тем, что Он приглашает нас во что-то, и когда мы делаем это своей волей, потому что мы хотим верить во что-то, что мы хотим. И Иакова, первая глава, говорит об этом. Вы не имеете, потому что не просите. Но вы не принимаете, не получаете часто, потому что вы просите по собственным плотским желаниям, а не согласно тому, что Он желает. И каждый раз, когда мы просим в отношениях с Ним и в согласии с Ним, то тогда это высвобождается. И иногда мы проходим процесс в нашей Душе, когда мы разбираемся с неверием. Снова-таки неверие — это плод. Услышьте меня. Неверие — это плод того, что мы Его не знаем. Снова-таки пример из моей жизни. Благодаря тем вещам, которые я проходила в своей жизни, финансовым ситуациям, я не беспокоюсь и не тревожусь, когда что-то финансово идёт не так, потому что у меня есть основания того, кто Он есть. И у меня есть теперь доверие, которое Он выработал во мне, в моём процессе отношений с Ним, где я теперь получила это доверие. И я теперь покоюсь посреди трудных обстоятельств. и я задаю разные вопросы Ему. Поэтому я не имею отношения попрошайки или сироты. И когда мы в покое, мы задаём разные вопросы в соответствии с тем, кто Он есть, а не из нужды. Например, у меня есть финансовая трудность. Я доверяю Ему, поэтому я в покое. И, возможно, возможный вопрос, который я задам в этой ситуации, это, «Господь, а какие источники обеспечения Ты открываешь для меня? Куда Ты мне указываешь, где я ещё это не вижу?» Потому что Господь говорит, что через крест Он приобрёл нам всё необходимое для жизни и благочестия. То есть это всё уже обеспечено. Он есть обеспечение, Он есть источник, и Он всегда даёт нам. Поэтому, когда Вы доверяете из места покоя, то вместо того, чтобы тревожиться, «Так, мне нужно выбраться из этой ситуации и получить, и получить». Вы приходите как сын или дочь, и Вы говорите, «Господь, где Ты сейчас высвобождаешь своё обеспечение? Где эти источники?» И я слышу Его, потому что я в покое, и я доверяю. И снова-таки основание этого пришло из того, что я Его познавала. И как это растёт в нас, когда мы видим Его. Слышание начинается с видением Бога. Говоря о видении, я не имею в виду глаза физические, я говорю о глазах нашего сердца, нашего понимания. Каждый раз, когда Вы что-то видите, это Ваш взгляд, это глаза Вашего понимания, и они должны быть просвещены. И когда Вы имеете этот взгляд и понимание его, Вы по-трекому действуете и задаёте другие вопросы. И мы тогда приходим в это место, когда мы задаём вопросы Господу. Спасибо.